Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я вас всех приветствую. Сейчас будет онлайн расклад. И тема будет такая. Собирается ли он уходить от своей любовницы? Этот расклад подойдет только тем женам, которые четко знают, что у вашего мужчины есть любовница. Имя, если вы ее знаете, или может быть как выглядит она, да, то смотрите расклад. Если вы сомневаетесь, есть ли у него кто-то, да, то лучше не смотрите, потому что здесь именно для тех, кто уже знает свою любовницу. Потому что расклад так и называется. Уйдет ли он от нее или нет? Итак. Итак, дома на своем мужчине. Какой он? Представьте его очень хорошо, как он выглядит. И будем смотреть. Итак, ваш супруг на сегодняшний день. Какой он? Еще. Угу. Еще. Отлично. Отлично. Так, его любовница. Какая она на сегодняшний день? Какая она? Вот смотрите. Маш супруг. Старший аркан маг. Все. Даже если бы уже вытянула только одну карту, я бы уже всю полчаса рассказала бы, какой он. Какой он. И также. Здесь идет король мечей и тройка кубка. Все. Здесь уже полностью. Все. Уже, да, все данные, характеристики этого мужчины на лицо. Торологи уже сразу поняли, что это за мужик. А я сейчас объясню. Здесь мужчина очень сильный. Очень решительный. Очень смелый. Очень грозный. С серьезной мужской именно харизмой, которой я сказал, так и должно быть. Все. Он домой должен приходить. Ему дверь должны открывать. Или он наглую дверь или открывать. Я не знаю. Здесь как-то так. Мужчина балагур. Балагур. Это мужчина, который любит праздники. Веселье. Выпить. Покурить. Потанцевать. Погулять. В гости позвать. К друзьям сходить. Его очень много людей знают. Очень много. Это такой компанейский. Его друзья вообще обожают. Бабы на нем вешаются. Он всю жизнь такой, знаете, мужчина, как будто вот свой парень первый на деревне. Всем поможет. Там, но дома это просто какой-то некий, может быть, даже тиран. Дома его все боятся. Он заходит домой, там все уже трясутся, на него смотрят. А на улице он герой. На улице он хороший, добрый. Вот подойди, спроси его что-нибудь. Там, слушайте, вот у меня там, я не знаю, у вас же есть машина. Заведите мою, например. Или у меня там что-то поломать. Не посмотрите. Да, конечно, сейчас приду. Он заведет и доедет, и все, понимаете. Вот он поможет любой минуты. Там у меня в квартире, я не знаю, там труба прорвалась, да, канализационная. Все там уже в этих плавает. Не поможете? Да, конечно, сейчас приду. Он прибежит в резиновых своих сапогах и будет мне, понимаете, там закрывать эту трубу. Этот мужик, он такой. Но дома он беспощаден. Он дома, если ты ему не так нарезала, там, я не знаю, суп не в ту тарелку налила, он перевернет, наверное, эту тарелку вместе с супом и с этим, и тебя еще. Здесь может быть такой мужчина. Это очень жесткий. Это мужчина очень где-то та же холодный. Вот такая, знаете, ну, обычные-то англичане такие, да, они ведут себя такие джентльмены, как будто что ты, мадам. Да, вот здесь такой тоже может быть, да, вот эта вот скандинавская холодность такая, я не знаю, или сибирская, да, потому что я же часто называю королей мечей, это челябинский мужик, понимаете, настолько суров, что одним пальцем забывает свои или гвозди. То есть здесь вот такой мужик может быть. Ой, это вообще очень холодный, очень закрытый. Манипулятор еще тот может сказать одно и потом через три дня сказать уже совершенно другое. И такой вид еще сделать, а я же говорил, так будет. Ты здесь же думаешь, нифига себе, или я идиотка, или что-то я не поняла. Потому что он делает все так, как он считает нужным и правильным. Он любит, чтобы возле него водили хороводы, все, все. Его звали, его приглашали, ему пели дифирамбы, чтобы ему говорили, какой он хороший, какой он замечательный, чтобы ему там его честь толстой поднимали, понимаете. Чтобы на свадьбу первого звали его, все. Кстати, у мужика очень хорошо голова варит. Он на работе просто, понимаете, висит в центре, наверное, какого-либо там учреждения, понимаете, в красной рамочке, как лучший работник и не, понимаете, по физико-математическим технологиям и разработкам. Я что-то такого плана, потому что он очень умный мужик, правда. Он очень умный, с ним интересно поговорить, там, но иметь такого мужика, боже мой. Ну, я бы не смогла бы, вот если честно, я сейчас так думаю, так к себе, так примерила его. Думаю, нет, я же его убила бы, или он меня. Уже по той причине, что он маг. Магом являюсь я. И еще здесь такой же рядом, мы же точно поубиваем его. И он меня, и я его. Хорошо. Так, его любовница. Идемте теперь к любовнице. Но здесь все попроще, потому что такое ощущение, что здесь овца. Ну, не обижайтесь, пожалуйста. Овца не в плохом смысле это слово. Овца в том, что, ну, бесхарактерная, да. Очень мягкая, очень такая податливая, милая, доброе дитя, хочется сказать. С таким, знаете, девственным мозгом, которая, если та же, он на нее там крикнет, она поймет, что, ну, значит, правильно, что кричит, да. Ой, юная, юная. Я не знаю, сколько ему лет, но она молодая. Может быть, та же моложе вас. Здесь энергия очень молодой идет, да, женщины. Хотя очень много перестрадала. Может быть, не из благополучной семьи. Может быть, папа нету, мама нету. Или отец там отчим, например, да. Или очень рано встала на ноги. Ну, пришлось зарабатывать, я не знаю, там, одним местом, не одним местом, не важно, да. Я никого не осуждаю. Тоже про институток. Ну, у нее своя судьба, понимаете. Кто как может в жизни, так и крутится. А вот у нее то же самое. Может быть, очень рано пошла работать. Так же поступила учиться, да, и встает на ноги, да. Может быть, сейчас у нее свой, может быть, мелкий бизнес, например, там, салон красоты, да. Но она сама, она сама, да, не важно как, но она сама сделала, открыла и все. И как может зарабатывать деньги. Человек живет же, да. Очень такая романтичная. Возможно, светловолосая. Не у всех, но, возможно, светловолосая. Ой, вот так вот это, знаете, вот этот образ такой, как, как ангелочек с белыми волосами, блондинка такая вся, тоненькая. У нее даже такой голосочек такой, очень нежненький. Ой, меня так легко обидеть, да. Понимаете, вот здесь вот такой, возможно, образ. Не у всех проиграется, но я этот образ чувствую. Она постоянно в росте. Она постоянно учится, эта женщина. Кстати, может быть, ей и много лет, это тоже возможно, но у нее внутренний стержень энергетики молодой женщины. Возможно, она одевается по-современному, да, как 20-летняя, а ей уже потом под 50. Но молодится, молодится, да. Может быть, кого-то сама обучает или сама чему-то учится. Но это такая вот женщина, все на себе тащит. Тоже тяжелая жизнь, да. Ой, все, идем дальше. В общем, вот у меня сейчас пришла такая мысль. Вот здесь старший аркан алхимик. Алхимик – это маг. Часто у меня маг означает также и магические воздействия. Вот я сейчас сделала до этого расклад для жен. Нет, для любовниц, вру, для любовниц. И там вышла магия. Вот я хочу посмотреть здесь. Делает ли, делает ли, ваша любовница, его любовница, его любовница на вашего супруга магию. Делает ли это любовница на вашего супруга магию. Да. Так, я сейчас скажу теперь, почему, зачем. Все очень просто, как дважды два. Вот сейчас слушайте. То, что я буду говорить, вы и без меня знаете. Вы просто сейчас от меня услышите подтверждение. Расклад общий. Еще раз, расклад общий. Вот слушайте. Первая причина, по которой она делает на вашего супруга магию – это деньги. Это деньги. Она хочет, чтобы он ей давал деньги, чтобы он ей покупал машину, квартиру, яхты, самолеты, гелендваген, я не знаю, цацки, бриллианты, золото. Она хочет от него получить что-то материальное. Она хочет, чтобы он вкладывался в ее бизнес. Она хочет, чтобы все ее желания с детства, как у Золушки, стать принцессой, осуществились через вашего мужчину. А ваш мужчина умеет зарабатывать деньги. Как ни крути. Это он умеет. И еще. И еще. Она хочет утереть вам нос. Я не знаю, близко вы с ней знакомы или нет, но она вам решила утереть нос. А знаете как? Это чисто женское. Вот сейчас то, что я буду говорить. Типа, слушай, у тебя был такой мужчина, и ты не можешь им пользоваться. Посмотри, как ты выглядишь. Посмотри, как ты живешь. А, это твой супруг законный. А я-то всего лишь любовница. А теперь посмотри, как я буду жить при твоем муже. Что я буду иметь при твоем муже, детка? Я тебе утру нос, и ты это увидишь. Вот здесь посыл точно, четко, женский посыл. Знаете, мести. Мести. Ты плачешься, что он тебе за столько лет машину подарить не может последней марки. Я тебе докажу, что он мне подарит, ты увидишь. Понимаете, здесь вот это вот идет. Потому что я лучше, я круче, я сильная женщина, в отличие от тебя. Он тебе достался очень давно. И ты ничего сделать не можешь с таким мужем. Как жила в одном старом доме с ним, так и живешь. А ты посмотри, уже в то время, пока я с ним, он мне квартиру купил, и уже машину новую покупает. Потому что я, я наполненная, красивая женщина, сексуальная, знающая себе цену. И у меня огромные планы наперед. И я не собираюсь тебе его отдавать. Это мой мужчина. Вот. Я, конечно, прошу прощения. Я понимаю, МХАТ по мне плачет давно. Но я говорю, какие здесь энергии идут. Вы понимаете, что вам эта любовница хочет сказать? Жены, вы меня слышите? Ха-ха. Попалась бы мне такая любовница. А у меня без волос осталось бы. И без бизнеса. Я говорю, серьезно. Хорошо. Все, давайте идем дальше. Идем дальше. Собирается ли он от нее уходить? Да, это очень важно. Это очень важно. Для многих женщин. Я это понимаю. Я это понимаю. Я же тоже женщина. Я же не космонавт. Я не робот. Я женщина. Я тоже все эти вещи понимаю. Так. Собирается ли ваш мужчина уходить от любовницы? Четко, конкретно вопрос. Собирается ли ваш мужчина уходить? Сейчас объясню. Все очень сложно. Я сейчас объясню. Вы знаете, что у вас любовница очень сильная женщина? Жены, слышите меня? Ваша соперница акула. Это не вы акула. Это ваша любовница акула. Сожрать может и даже не подавится. А настрой ты себя. Очень такую милую, нежную блондинку. Не трожьте меня. Понимаете? Овца. Я же говорила в начале. Вот смотрите. Я просто не знаю, как это начать. Здесь много очень информации. Господи, дай мне силы объяснить все это. Здесь замешана магия. Здесь мужчина держится через магию. И он не может от нее уйти. Убирайте магию от своего мужа. Чистите его от любовницы. Это во-первых. Во-вторых, у него уже были попытки уйти от любовницы. Но ничем хорошим не закончилось. Потому что ваша любовница, я даже не знаю, как ее культурно. Я бы сейчас сказала бы, но матюкаться же нельзя, опять же. А здесь и как по-культурному-то сказать-то? Сейчас слова надо вспомнить. Культурные. Такая шлендра здесь, понимаете? Вот просто такая битая. Да? Как в фильме Бальзамидова. Чем я только не битая? И от печку битая. И кочергой я битая. Вот печкой, печкой я не битая. Вот понимаете, здесь то же самое. Чем она только не битая? Жизнью битая, мужиками битая, матерью битая. Отцом там, наверное, тоже битая. Она всем битая. И когда человека сильно судьба постоянно бьет, человеком что становится? Закаляется. И хрен потом поломается. Понимаете? Вот здесь Амадам, Императрица, Старшая Аркан Солнце и Дама Мечей. Это все она. Это все она. Вот три карты назвала. Смотрите. Дама Мечей, Императрица и Старшая Аркан Солнце. Все. Здесь остальные карты уже здесь даже не нужны. Здесь уже можно охарактеровать ту женщину, что это настолько мощная глыба, настолько сильный стержень женский, настолько абенциозный, настолько она за собой смотрит, настолько у нее такие планы наполеоновские. И если она за что-то взялась, а вцепилась, а хрен она отпустит. Она откусит. Вам все, блин, полностью. И еще вас сожрет с потрохами, не подавится. Это такая женщина здесь. У вас очень сильная соперница. Она постоянно меняет свой цвет волос. Она шмотки, не шмотки. У нее характер. У нее настолько... Даже если у нее кривые ноги, и у нее метр пятьдесят. Девочки, я говорю серьезно, что она очень высокого о себе мнения. И попробуй ей докажи, что у нее ноги кривые. Она докажет, что у тебя глаза не на том месте. Понимаете? Здесь такая особая. Ну да, магия. Магия. Кстати, на ней защита тоже хорошая есть. Когда будете снимать, попросите, чтобы с ней тоже что-то сделали, потому что на ней стоит защита очень сильная. Может быть... Может быть, она носит какой-то оберег. Или как-то закрывается. Потому что на ней есть защита очень сильная. Он от нее не уйдет. Или уйдет очень-очень не скоро. Здесь и держит все магия. Если магию убрать, уйдет. Магию не убрать, никуда не уйдет. Это... Ну, давайте я скажу, что не у всех. Не 100% общий расклад. У 50% проиграется. Если магию убрать, то уйдет. У 50% я могу сказать так. Даже если вы не будете убирать магию, он уйдет. Но не скоро. Я не знаю, когда. Я даже не знаю, когда. Потому что это очень не скоро. Здесь женщина всеми силами хочет... Хочет сделать так, как она хочет. Она взяла такого крутого мужика. Держит его за яйца. Понимаете? И делает все, как она хочет. Она устраивает свою таким образом жизнь. Она ему даже несколько раз говорила, давай переедем. Чего мы с тобой в этой деревне Кукуева, блин? Давай мы... Или в Питер с тобой, или в Москву. То есть куда-то, да? В такой шикарный. Или вообще там, я не знаю, в Америку давай переедем. В Нью-Йорке я хочу жить. Я хочу салон свой в Нью-Йорке открыть. Понимаете? На Манхэттене. Ну, я не знаю. Ну, здесь вот особо такая. Очень такая. Себя любивая. С таким желанием жить шикарно. И она хочет, чтобы все осуществились у нее желания. Она считает 100%, что она поймала того мужика, с кем она может себя реализовать. Вы понимаете? Вот что делается-то? Ой. И вы знаете, она ему постоянно дает такой стимул, что он за ней даже не поспевает. Она впереди, он за ней. Она ему еще утром, если просыпается, там, он еще спит. Она уже в 7 часов будет говорить, давай, давай, вставай, вставай. Вставай. Куда я не хочу? Давай, вставай, вставай. Работать, работать. Сейчас кашечкой покушаем. Ты что же, правильное питание у нас? Правильное питание. Так, сокик, кашка геркулесовая, творожочек. Он такой, я не люблю это по утрам кушать, я хочу колбасы с яичницей. Не-не-не, это холестерин, нельзя. Какая колбаска, ты что? Давай, быстро позавтракаем. Так, тебе нужно сегодня туда заехать, а потом туда заехать. Потом Ивана Семеновича там поговорить насчет бизнеса там. А потом еще, как во в банке, надо еще кредиты нам сейчас закрыть и там еще взять. То есть, понимаете, она все, она рулит полностью. А он там только, да-да-да, он ее слушается очень хорошо. Потому что она здесь батарейка на джарзи в его жизни. Вы не такая. А она такая. Она очень деятельная. Очень деятельная. Ну, жизнь заставила, че. Хочешь жить? Умей крутиться. О! Так. Хорошо. Хорошо. У некоторых уйдет, то есть понятно, да? У некоторых уйдет только через магию. Снимайте магию, уйдет. Уйдет. Потому что она очень сильная и мощная такая. А у некоторых точно уйдет. Сто процентов уйдет. Но надо еще подождать. Надо еще подождать. Потому что у него уже были попытки от нее уйти. Но обмечались пока не успехом. Нет. Она опять его кабута, знаете, как в капкан. Иди сюда. Куда пошел? Понимаете? А там вот она умеет разговаривать. Она умеет. Она с ним лебезит. Она с ним прям вообще. Но она с мужским характером, эта женщина. Очень сильная она. Такая, знаете, я бы еще сказала, какая-то вот хитровыдуманная, понимаете? Хитрожопая, хитровыдуманная. Как змея, кобра, красивая такая, знаете? Которая обвивается, обвивается вот так вот. И потом, когда ты начнешь пищать, она будет затягиваться, затягиваться на твоей шее, чтобы ты не рыпался, чтобы ты остался. И выполнял все ее причуды, не все ее желания. А желания у нее наполеоновские, понимаете? Она чуть ли не первой леди хочет стать. Мне тоже такое ощущение идет. Итак, вам совет. Совет для жен. Что нужно делать в этой ситуации? Не отчаиваться, не расстраиваться. Попытки возможны, что он и вернется, потому что он для вас император. Он для вас все-таки мужчина на первом месте. Как и бы он ни был старым, молодым, деспотом, не деспотом, он для вас все равно мужчина номер один. У вас попытки, да, у вас постоянно как-то пока разочарование идет. Вы все ждете, раз опять соскакивать не приходит, раз опять соскакивать не приходит, да. А вы как будто в ожидании, что все, чудо будет, 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 будет. Он скоро чуть-чуть осталось, а как будто что-то раз и в последний момент опять к ней. Раз и опять в последний момент к ней. Еще вам совет. Так, умерьте свой пыл. Умерьте свой пыл, контролируйте свои эмоции. Не надо высказываться, да, повода без повода. Умерьте свой пыл, контролируйте, что вы говорите Свои мысли, свои эмоции Свой вес контролируйте Не надо худеть по бешеному Не знаю, скидывай килограммы чуть ли не раз в неделю От вас уже ничего не осталось Жены, меня слышат, жены? Все, контролируем свой вес, свои мысли Возьмите себя в руки У вас должно быть все под контролем Здесь две карты идет, император и умеренность У нас карта императора Это контроль должен быть над ситуацией Вот на этой прошмандень должен быть контроль Над вашим мужем должен быть контроль Еще вам совет от карт Да, не надо надеяться, она худшая Не надо уже рукой отмахиваться Не надо уже кресты там ставить на мужа и на ней Что уже все, муж ушел и назад дороги нету Нет, все может измениться И еще раз всегда я говорю Имейте ввиду, что магия рулит всегда и везде Магия делает такие вещи, что ты вообще думаешь Боже мой, а как так могло быть? Столько лет не получалось А магия все сделала Поэтому убирайте магию с мужа Еще Да, совет, но уже все Вы просто уже знаете, здесь такое отчаяние уже он идет Что уже просто вы не верите Может быть вы на самом деле не хотите, чтобы он возвращался Это уже другой вопрос Но для тех, кто хочет, чтобы муж вернулся назад Шансы есть Есть, конечно Просто не надо убиваться Не надо страдать Поднимайтесь Берите от этой Мадам Горицацуевой Берите с нее пример Понимаете Как женщина Должна Какой женщина должна быть Да Акулой Будьте акулой Хватит быть косаткой уже Добренькой Хорошенькой Будьте акулой Это жизнь такая Понимаете Если не вы съедите То вас съедят Вот поэтому Чтобы этого не было Будьте счастливы Пусть у вас будет все хорошо Я вас всех люблю Я вас всех обожаю И до скорых встреч Спасибо До свидания